Мероприятие, посвященное городскому дню инвалидов, имело несколько составляющих. Самая масштабная – выставка и концерт. Большинство участников и гостей – люди с ограниченными возможностями. Однако, к примеру, на экспозиции были представлены и стенды организаций, деятельность которых, в числе прочих, направлена на помощь данной категории граждан. У нас волонтеры из медицинского колледжа измеряют артериальное давление. Также ребята наши оказывают помощь в обслуживании инвалидов, также в организации мероприятия. Ну, скажем так, и техническая поддержка этого мероприятия. А также у нас организована выездная приемная Белорусского общества Красного Креста, где мы информируем население о социальных услугах, которые оказывает Белорусский Красный Крест. Один из участников концерта – житель областного центра Вячеслав Гаврилюк. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, молодой человек не опускает руки и по жизни проявляет завидную активность и целеустремленность. В настоящее время оканчивает университет и работает на одном из брестских предприятий. Находит и время для творчества, пением занимается не один год и всегда рад, когда появляется возможность продемонстрировать свои способности. Я занимаюсь музыкой, вокалом довольно со школы. Еще когда обучался в Жабенковской школе-интернате, там была студия эстрадная «Веселка». Я принимал участие в общешкольных мероприятиях, занимал призовые места. Таких, как Вячеслав, активных и позитивных людей, которые научились жить со сложными диагнозами, в Бресте немало. Многие из них знакомы друг с другом не один год и рады встрече. Состоявшееся мероприятие – отличная возможность пообщаться, поделиться новостями и получить новые эмоции и впечатления. Сегодня хороший праздник, концерт хороший. Тут мои друзья, я прошу друзей посмотреть концерт. Хорошая погода, приятная. И вот и концерты смотрю. Я люблю концерты. Сегодня в нашей стране живет более полумиллиона инвалидов. И по прогнозам специалистов, цифра со временем будет только увеличиваться. Среди факторов, оказывающих непосредственное влияние – старение населения. И очень важно сделать все возможное, чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не остались наедине со своими проблемами. Необходимо стремиться к созданию максимально комфортной среды для жизни каждого. Вот это мероприятие, оно показывает многие аспекты того, что нужно сделать, что сделано. Показать самих инвалидов. И самое главное – им пообщаться, показать свою работу. Мы сегодня просто должны многим этим людям сказать спасибо, что они, находясь в таком состоянии, инвалид в переводе с латыни – это слабый, беспомощный. Они могут сделать больше, чем те люди, которые физически здоровы. Наша компания сегодня, и не только сегодня, но вообще как-то заостряла на этом внимании. И мы оказывали посильную помощь со стороны нашего общества в части обеспечения вот таких людей с ограниченными возможностями нашей продукции. Для того, чтобы как-то в это нелегкое время хотя бы хоть каким-то образом скрасить их жизнь. В областном центре Брещена есть немало учреждений, организаций и объединений, деятельность которых направлена на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. В их адрес в ходе состоявшегося мероприятия прозвучали искренние слова признательности за труд. Благодарственные дипломы от лица городской вертикали власти вручил заместитель председателя горосполкома Сергей Жуков. Я хотел бы поблагодарить людей, сопричастных к этому дню, людей тех, которые по долгу службы работают с этой сложной категорией людей, с нашими людьми ограниченными возможностями. Это прежде всего наши территориальные центры социальной защиты. Это те люди, которые не только согласно своих функциональных обязанностей, но и согласно своих душевных внутренних переживаний работают напрямую с этой категорией лиц.